Ведение в грамматику по... Вводная лекция. Ну, хорошо. Несколько общих слов. Значит, я думал долго о том... А, ну, стоп, да, о том, с чего начать. Начал я уже, вообще-то, совсем с чего-то совсем другого. Сейчас, секундочку, я перестану. Вам вообще-то все хорошо видно? А курсор мой виден? Видно? Отлично. Да, все хорошо видно. Спасибо. Курсор. И вопросов... Я так сейчас это вдруг все, мы обрезали и начали. Если кто-нибудь еще хочет спросить, то, пожалуйста, спрашивайте. Вообще-то без проблем. Я как бы так вдруг... Ну, а давайте начинать. То есть, да, письменно, в телеграме спросим, если надо. Ну, окей, хорошо. Ну, так вот. И, собственно, поскольку в любом случае, ну, как бы мы просто с вами беседуем с одной стороны, но, с другой стороны, у нас есть некий план в какой-то момент, может быть, начать этот курс. То, собственно говоря, я хотел немножко как бы поговорить для начала о том, что мы будем в этом курсе проходить. И хотел, значит, да, начать с того, что, собственно, может быть, возможно, может быть и нет, но для кого-то из вас наверняка, возможно, этот курс будет как бы первым знакомством с тем, что называется шастра, да, с тем, что называется, то есть не просто изучение санскрита, или не просто, может быть, там, чтение каких-то эпических фрагментов, или, может быть, поэзии, или, может быть, чего-то другого, а именно знакомство с неким систематизированным набором знаний, которые написаны на санскрите, в принципе, но которые как бы они сами по себе имеют вполне право на существование. То есть, если не имеют право на существование, они как бы являются законченным набором знаний, набором системы знаний. Вот, и такую вот систему знаний на санкрите называют словом шастра, да. Их там есть некоторое количество традиционных шастр, но это как бы об этом все тоже, конечно, можно поговорить, это все очень интересно, но что важно для нас, то, что наша шастра, которую мы будем изучать здесь, называется вьякорона, да, что, собственно, переводится, как правило, словом грамматиком. Вот, и когда, упс, как ты так сделал сейчас, вот так, вот. И как бы традиционно, опять же-таки, когда начинают в Индии изучать какую-то шастру, или когда начинают изучать, может быть, даже какой-то новый текст, есть такая традиционная система того, что сначала определяют так называемый анубанда чатуштаем. Чатуштаем – это что-то типа четыре, но это четыре так, как, например, двоям – это пара. То есть, например, анубанда двоям – это пара анубанд, условно говоря. Или анубанда троям – это тройка анубанд. А, четверка, окей. Чатуштаем – это четверка. Четверка вот этих анубанд. Четверица. Ну да, что-то такое. Четверица или четверка. Ну, в смысле, я к тому, что это не четыре анубанды, а это как бы группа из четырех. То есть вот так, поэтому четверка, четверица, да, анубанда. И анубанда, если честно вам сказать, я когда-то уже давно об этом думал, как это вообще это слово, что оно здесь означает, но я не очень знаю, как его перевести в смысле тут как бы семантически, не семантически, а в смысле, а ну, ну ладно, даже не будем дать об этом говорить. Одним словом, то, что оно означает в данном контексте – это некие четыре элемента, которые определяют в начале изучения какой-то шастры, как бы некие четыре обязательных дополнения, условно говоря, но анубанда. Нет, я не знаю точно, в смысле, хорошее слово для того, чтобы перевести анубанда, мне так и не попалось, тоже не в английском переводе. Как правило, их так как-то, то есть их переводят, как правило, как-то описательно. Ну, как маркер иногда, как... Ну да, но в смысле есть, конечно, какие-то такие более технические значения слова «аннубанда». Но в данном случае речь не совсем... Кто-нибудь знает, что такие анубанды Четуштайн? Давайте поп... Такой вот хитрый дидактический прием. Никто не знает, анубанды Четуштайн? Если Татьяна улыбается, то дело дрянь. Значит, дальше... Нет, я знаю, что это, но я не понимаю, как это можно перевести тоже на русский язык. Ну да, спасибо большое. Я уже тоже... Можно еще сказать «четыре столпа». «Четыре столпа». «Четыре столпа». А, ну, кстати, вот это хорошее. Окей. Да. Неплохо. Неплохо. «Четыре столпа». Да. «Четыре столпа шастр». Это очень хорошее. Мне нравится. Давайте так попробуем. «Четыре столпа шастры». Отлично. Если честно, мне очень нравится. Теперь же нужно придумать, как это перевести на английский. И тогда будет. Потому что в том числе, например, почему мне это нравится очень? Ну, среди прочих причин. В смысле, когда одно из таких, из древних, условно говоря, значений этого корня анубанд, его используются во время этих всяких ведических як, когда они привязывают, условно говоря, например, корову, которую там, ну, или какое-то ритуальное животное, вот это как бы ритуальное действие, его привязывание к тому самому столпу ритуальному, вот, называется анубандана или там анубаднати, что-то такое. Гам, анубаднати, бадния, что-нибудь такое, какое-нибудь такое, если могу представить, ведическое изречение. Да, поэтому, кстати, столп, это, ну, в любом случае, по значению здесь это очень хорошо подходит. Вот, так вот, и что это значит за такие анубандача туштая? А именно их четыре. Про йодина, то есть цель, для чего мы будем изучать эту шастру или этот текст, это вишая, или иногда это называется абидея. Абидея. Объект изучения, то есть то, о чем пойдет речь. Дальше адикарин. Адикарин, это, собственно, это тот, ну, условно говоря, это как бы ученик, подходящий ученик или подходящая аудитория. Тот, у кого есть адикара, то, у кого есть некое моральное, не моральное, некое право, некий набор необходимых качеств, у которого есть сила для того, чтобы осилить это изучение. Ну, в любом случае, как бы это, например, по-английски это слово часто переводят что-нибудь типа intended audience. В смысле, то, для кого этот текст предназначен. Или это шастра, или то есть то, что мы, собственно, будем в нашем курсе. И четвертое, это самбанда. Довольно, на смысле, ну, мы не будем говорить сейчас об истории Тихона Банда, что то, что я, но, как бы, как правило, скажем, уже даже в текстах 10-11 века это самбанда, это просто некая формальная штука, которую нужно упомянуть. И это как бы самбанда обозначает, то есть нужно, опять же таки, произнести, объяснить, какова связь, собственно, между, вот, например, вишая и проёджина. То есть какова связь между тем самым текстом, который мы будем изучать, и тем, чего мы хотим добиться. Или, например, да, или иногда самбанда воспринимается, как именно какова связь. Окей, хорошо, вот есть текст, у текста есть какая-то вишая, и есть, соответственно, какая-то проёджина. А какая связь между вот этим текстом и проёджин? Ну, это, как правило, это просто какое-то формальное такое изречение, которое говорит, что, ну вот, если вы будете изучать этот текст, то вы добьётесь вот этой цели. Ну, примерно то же самое я собираюсь вам сказать. Это я вам могу заранее уже рассказать. Вот, а ещё в буддийской традиции, я не знаю, буддийской или буддистской, я вот сейчас вот думал, ну, не имеет значения, в буддистской, наверное, традиции, у них немножко другой список, и вместо Адикарина, потому что как бы для них Адикарин не столь важен, как для них все это Адикарина, у них есть, они как бы перед проёджиной ставят ещё одну, а именно так называемую проёджина-проёджина, да, это, если вам угодно, как бы такой, как это, генитив татпуруша, да, татпуруша родительного падежа, то есть проёджина, все проёджина, а именно цель-цель, то есть некая ещё более высокая цель, которая, как правило, скажем, в буддийских текстах является, например, достижением просветления, достижением просветления всех живых существ, то есть что-нибудь такое как бы высокое, и, конечно, в некотором смысле связанное с этим текстом, но не напрямую. Вот, и поэтому то, о чём я буду говорить в ближайшие сколько-то там минут, это будет Адубанда Панчака, который, как таковой, не существует.